На месте разрушенной Каховской ГЭС будет построена новая станция. Об этом заявил гендиректор УкрГидроэнерго. По его словам, начаты профессиональные обсуждения, к которым привлечены специалисты проектного института и строители. Проект оценивается в сумму до 1 миллиарда долларов, а его реализация займет порядка 5 лет. Между тем, произошедшее на юге Украины решительно осудили в Еврокомиссии. Здесь заявили, что произошедшее – признак новой эскалации ситуации в Украине. Реакция последовала и из Кишинева. Украина, между тем, созывает Совет Безопасности ООН. Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. И это настоящий экоцит. Это самая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. И это самый опасный террорист в мире. Об этом Владимир Зеленский заявил в обращении к участникам саммита Бухарестской девятки. Он отверг обвинения российских чиновников, которые утверждали, что станция была разрушена в результате обстрелов. Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне обстрелами физически нереально. Военная разведка Украины утверждает, что у них достаточно доказательств того, что именно российские силы повинны в случившемся, заложив взрывчатку внутри АЭС. С другой стороны, обвинения отвергают. Назначенный Москвой мэр Новой Каховки настаивает, что к прорыву плотины привели удары ВСУ. Все это результат последовательных ударов по Каховской гидроэлектростанции. Дело в том, что украинские войска наносили эти удары в течение уже длительного периода времени. Председатель Евросовета, ответственный за разрушение Каховской ГЭС, также возложил на Россию. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем к ответственности Россию и ее марионеток, написал Шарен Мишель в Твиттере. Генсек НАТО Йенс Толтенберг считает, что разрушение плотины в Каховке сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине, написал он. Военным преступлением произошедшее назвала и Майя Санду. Она предложила президенту Украины помощь в борьбе с последствиями этой катастрофы. С аналогичным сообщением выступил и глава кабинета министров Молдовы. А по словам главы Молдавского МИДИ, эта атака создаст значительные риски для всего региона, и Россия должна понести ответственность за все преступления, совершенные в Украине.